Добрый день всем, кто меня слушает, и зрители, и слушатели. Прежде всего хочу сказать, что мы находимся в Армянском музее Москвы и культуры наций. Я хочу выразить им огромную благодарность за такую возможность выступить и представить историко-художественную музыкальную аудиокнигу «Олимпионик» из Артакса. Книга выглядит вот таким образом. Это дополнительный материал. А в конце, на третьей сторонке, собственно, диск, DVD-диск. DVD-диск с фонограммой. То есть, чтобы фонограмму прослушать, нужно вставлять в DVD-дисковод. Не CD, а DVD-дисковод. Ну, прежде всего, два слова о себе. Так как мы армяне, армяне как греки и как евреи, народ странствующий, то, конечно, каждому из нас интересно знать, откуда он появился, кого он представляет, откуда родом. Значит, меня зовут Санасар Маргарян. В Москве я живу порядка 40 лет. Имею семью, внуков классных, классных внуков. Откуда мои предки? Кратко. Ну, начнем с Греции. Значит, Греция XIX века. Греция, как известно, это было первое государство, которое начало борьбу за независимость от Османской империи. И греки первыми, не считая Черногории, получили независимость. А Россия вступила в эту войну в 1828 году, закончила в 1829. В результате, как победительница, вместе с французами и англичанами, был подписан Андреанопольский договор, по которому от Османской империи отошли Аннапа, часть территории, где находится сегодня Новороссийск, Поти, Ахалцих и Ахалкалак. Вот Ахалцихи и Ахалкалак, Ахалкалак, это как раз те места, сейчас и раньше они были, и сейчас это армяно-населенный район, 95% которого составляют армяне. И вот мои предки, получается, в 1828 году, во время русско-турецкой войны, бежали из Турции и попали вот в этот район, который называется Джавахк, или в Санцхет Джавахете. Там я родился, если конкретнее, родился я в селе Спасовка, среди народа, именуемого духоборцами. Они хотели напрямую с Богом общаться, вот поэтому их своими сослали, и вот туда, на Кавказ, в горы, чтобы они там погибли. На самом деле они остались живы и, в общем-то, неплохо живут. Они немножко похожи с Малаканами, которые в Армении живут, с Малаканами, но это вот чисто вот такой русский народ. И когда моего отца распределили в Спасовский фельдшерско-акушерский пункт, я вот как раз в 1963 году там и родился. То есть, получается, что и оттуда же я и уехал. Ну, почему уехал и как уехал, так вот получается. Если человек родился, жил в русской среде, то, естественно, он будет тянуться к России. В армянской семье, а в среде к Армении. В итоге я приехал в Москву и здесь. Отслужил в армии, получил образование. По образованию я инженер-физик. Так, в общем, и жил, работал, платил налоги и так далее. Но спустя некоторое время, как вот вы говорите, Эдуард Абкарыч, да, человек там дерево посадит. Как раз была китайская, пекинская олимпиада. И я вдруг задался вопросом, кто я? И для чего родился? То есть, по-армянски. Овем ес. Да, кто я? И инчухамарем цемвел. И для чего родился? Ну, бывают такие, человек задает себе разные вопросы. И вот на вопрос, кто я? Ну, разные были варианты. Но вот я ответил именно, кто я? В общем-то, я армянин. Ну, армянин, армянин. А кто такие армянин? Хотя я много лет уже прожил в России, но кровь армянская все равно. Но в любом случае, армянин, значит, тогда давай разбираться все-таки, что у нас с армянами. Была пекинская олимпиада, и всегда такой ажиотаж, это олимпийские игры и так далее. Я думаю, подожди-ка, интересно, были ли античные армяне вообще, были олимпиониками или нет? Когда я начал копать, выяснилось, что армяне не только были античными олимпиониками и придумали и банкоматы, и цветное телевидение, и даже умудрились бетонную мешалку на шасси поставить, чем создали революцию в строительстве. Много чего сделали. Думаю так, подожди, армяне столько сделали, а я армянин. Я тоже должен что-то сделать. И тогда пришла мне мысль в голову, такая совершенно дикая. Когда выяснилось, что, оказывается, были античные олимпионики армяне, я был шокирован. И да, действительно, такие были. Один из них Вороздат Аршакуни, который стал олимпиоником в кулачном бою. А второй Трдат, третий великий, именно тот Трдат, который принял христианство в 301 году. Он был олимпиоником в борьбе. Я этого не знал, и поэтому мне об этом сообщил наш замечательный консультант, без которого было невозможно сделать эту работу. Это Микоэл Сисакович Испирян. К сожалению, он не смог подойти, возраст немножечко ему. Вот это Микоэл Сисакович Испирян. Он, во-первых, доктор исторических наук, и самое главное, спортивный летописец. Спортивный летописец. Именно он написал диссертацию, из которой следовало, что у нас было два античных олимпионика. Трдат, третий великий, борьба, и Вороздат Аршакуни, кулачный бой. Но первоначально мысль возникла сделать фильм. Время, кстати, было такое. Это был 2008 год. В 2008 год еще не было войны с Грузией, ничего. Это было хорошее время в России. Когда у человека вдруг возникает мысль что-то создать. Не просто прокормить себя, а что-то там придумать. И вот тогда я подумал, ну, подожди, если есть олимпионик, так классно, надо бы найти эту информацию. Я начал искать, но это была проблема, но тем не менее я ее нашел. Я нашел книгу. Вот эта книга. Олимпионик из Артаксаты Ашот Мелик Шахназаров. Выписал я ее из Улан-Удэ. Из Улан-Удэ мне прислали эту книгу, которую я прочитал на одном дыхании. Думаю, ну ведь на самом деле потрясающая вещь. Это были последние Олимпийские игры. И Вороздат был последним достоверно известным олимпиоником античных игр. Здесь же прослеживается в эти годы информация о том, что римский император Феодосий I Великий запретил игры и запретил язычество в Римской империи. Это тоже были два важных ключевых фактора. И только потом Пьер де Кубертен по его инициативе восстановили Олимпийские игры. Иначе говоря, раз эта книга есть, значит Ашот Мелик Шахназаров начал выяснять, к сожалению, он ушел. Но у него два сына. И одного из них я нашел. Это Арсен Мелик Шахназаров. Журналист-международник. Он многое рассказал о том, как отец работал, как он пытался находить информацию. Дело в том, что вся информация об Олимпийских играх заканчивается вторым веком нашей эры. Древнегреческий писатель Павсаний, вот он написал, до вторым веком заканчивается вся информация об Олимпийских играх. Но получается, вот из-за того, что сделал Ашот Мелик Шахназаров, расширил эту информацию до четвертого века. То есть, если Ворозда в 385 году стал олимпиоником, значит, именно вот до этого года он расширил информацию об Олимпийских играх античности. Это очень хорошо, но мало кто об этом знает. Следующий этап. Я познакомился, значит, с Арсеном Мелик Шахназаровым. Мы поняли друг друга. Он рассказал, что даже по этой книге пытались сделать, как это называется, музыкальную пьесу какую-то там и так далее. Но что-то не получилось, потому что отец Аскара пастижно скончался и не получилось. Следующий этап. Нужно было понять, а вообще сама идея сделать фильм – это дикая мысль? Или все-таки она как-то на чем-то должна быть основана? Ну, потому что можно, конечно, мысли всякие в голове возникают, но... Ну, и тогда я подумал, подожди-ка, я живу в Москве, здесь есть у нас очень много разных армян, причем многие из них достаточно. Есть медийные личности, есть режиссеры и так далее. И я решил с ними переговорить просто на предмет того, как вы думаете. Есть ли смысл за это взяться, просто начать. Инициатива везде бывает. В Лосглуме тоже полно инициатив. Но возникла проблема. Не то, что поговорить с людьми, а проблема в том, что поговорить было невозможно. Между нами, иначе говоря, простыми армянами и большими армянами есть прослойка. Эта прослойка состоит из секретарей, из помощников. Поэтому для того, чтобы добраться до кого-то вверх, ну, это невозможно. Но мне было важно поговорить с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Потому что, на мой взгляд, это очень уважаемый человек. И я, когда его слушаю, у него каждое слово на весь золото. Вот он слово какое-то говорит, и я вижу, что оно такое мощное, смысловое. Я хотел с ним поговорить. Ну, там Леночка, Наташа, туда-сюда. Крутили-вертели, вообще бесполезно. То есть я ничего не смог сделать. Дальше я хотел поговорить с режиссером Тиграном Кевасаяном. Ну, тогда я посмотрел его фильм. Этот Ландыш серебристый. Ну, мне вообще такой, да, понравился. Я думаю, может быть, он какой-то совет даст. Это тоже бесполезно. То есть я ничего не могу. Но, с другой стороны, я позвонил Родиону Нахапетову. Он армянин, да, мало кто знает. Я позвонил Родиону Нахапетову в Америку. Элементарно просто позвонил. Здрасте, здрасте. Представился, кто вы, что он доказывает. Мысли, инициативы и так далее. Он говорит, вы знаете, это все классно. Ну, и без денег у вас ничего не получится. Но я поговорил конкретно с человеком, который выразил свое мнение. Режиссер, актер. Вот такого уровня. Все, я понял, что без денег это не получится. С остальными армянами примерно было то же самое. Но Стаса Намина я встретил в аэропорту. Микайла Пухачяна тоже в аэропорту. С остальными ребятами я, в общем-то, не удалось встретиться. Ну, Лаврову я вообще не звонил. Ну, какой смысл звонить Лаврову? У него без меня полно проблем. В итоге, эта работа таким образом была проведена. И я решил, что надо будет попытаться взяться за это дело. Потому что, ну, основную массу я сделаю работы. А то, что там останется, это уже на то, что понадобятся деньги и так далее. Все это я могу организовать. Организовал. Тогда начал я просто пытаться понять, какова ситуация вот со всем этим. И следующий момент, который меня вообще сподвиг для создания этой книги, это то, что я был возмущен, что российские историки вообще не знают, что существует такое государство. Великая Армения, да, то есть в сотни лет существовавшая конкретно Великая Армения, которая находилась между Римом и Парфией, а потом же между Римом и Персией, и которая постоянно с ними воевала из-за того, что они проходили, римляне были вынуждены проходить через армянскую территорию, воевать с персами, а персы, естественно, то же самое через армянскую территорию. И проходя через эти территории, они их постоянно разоряли. И вот я поднимаю учебник пятого класса, где изучают историю древнего мира, ну и смотрю в оглавление, сверху, снизу, ну вообще нет. Римская империя, древнееврейское государство и так далее. Ну нет в Армении и все. Я не хочу называть авторов этого учебника, но это, вероятно, известные люди, возможно, уважаемые люди, их там трое, фамилии трудновоговариваемые. Но, прочитал аннотацию, написано, учебник создан на основе традиций, проверенных временем. Какие традиции, проверенные временем? Это же история. Это история, это наука, которая пытается проследить последовательность тех или иных событий, которые проходили в то время. И я тогда подумал, как же так, неужели России не нужны уроки Армении? Потому что все-таки история, это уроки, это урок. Зная историю Армении, это урок для России. Это был второй фактор, который заставил меня идти в этом направлении. Ну, а то, что касается воды, воздуха, всего того, всего этого климата, Армения, все-таки, когда человека спрашивают, где твое сердце? Он говорит, ну да, Подмосковье. Значит, его родина Подмосковья. А мое сердце там. Значит, моя родина Армения. И, конечно же, вода. Вода. Вот на этом столе я даже специально захватил, специально захватил вот эти вещи для того, чтобы провести небольшой, там, 5-минутный эксперимент, который развеселит нас и даст какую-то полезную информацию. Потому что вот мы живем время от времени, Подмосковья, Расск, скоропостижно скончался. Вопрос. А почему же так вот так получилось, он сделал и скончался? Я не буду называть автора, но в интернете есть такая информация, можно это найти. Будем считать так, что некий товарищ, и это, естественно, проверяется, говорит, что на территории бывшего Советского Союза существует 4 места, где живут долгожители. Вообще по миру 32 места. А вот на территории бывшего Советского Союза 4 и называют их Нагорный Карабах, Абхазия, Кодорское ущелье, Дагестан, причем верховье реки Куры, не Низовье, а верховье реки Куры и Якутия. Вот 4 места, где люди живут как долгожители. Но долгожители не 100 лет. В Карабахе 168 лет. Официально зафиксированный факт. А в Якутии, скажем, 100-120 лет. Почему хорошему человеку не прожить столько времени? И следующий вопрос. А за счет чего эти долгожители живут? И следует ответ. Вода. Вот вода. Вот в данном случае мы хотим провести эксперимент с тремя жидкими средами. Это может сделать любой. Не будем. Вот убираем эти все рекламные вещи. Ну это понятно. Вот. Это просто обычная вода. Все они газированные. Это вода иностранного производства. Ну, видимо, где-то здесь разливают. Ну, это наше родное джермок. Обязательно назову. Это джермок. Причем, я обратил внимание, что, видите, джермок в стекле. То есть, получается, что наши земляки-армяне думают об экологии. Но что стекло, это совсем другое в отличие от пластика, от которого погибают киты. И вот, представим себе, вот эти три среды вот у нас есть. Иначе говоря, мы воду, если мы говорим о здоровье, должны оценивать по двум факторам. PH и жесткость или мягкость воды. Вот эти факторы влияют. Так как мы химический анализ проводить не будем, я без ссылки на источник могу привести цифры, которые я знаю. Значит, утверждается, что, скажем так, вот в тех местах, которые я назвал, где живут долгожители, содержание ионов кальция в воде от двух до восьми миллиграмм на литр. А в Москве воду, которую мы пьем, 70. 70. Поэтому, когда говорят накипь-накипь, так это и есть накипь. Это тот же самый кальций. Но сейчас мы проведем эксперимент, связанный с водородным показателем. Для проведения эксперимента нужно лишь, вот, нужны просто сами компоненты и вот вот такие тест-полоски. Или в физике они называются лакмусовые бумажки. Вот тест-полоски. Находятся они вот в такой штучке. Здесь это для полукачественного анализа. Вот это шкала. Вот здесь шкала. Я не знаю, насколько она там видна. Вот это шкала. Вообще PH оценивается от нуля до 14. Но здесь показатель идет от 5.0 до 9.0. Иначе, чтобы вообще было понятно, вот это здесь кислотная среда, а здесь щелочная. Кислотная среда, значит, это болото. А щелочная это река. Норма 7. Норма 7. В болоте ничего не живет. Нет, ну там в болоте живут лягушки, жабы, тритоны. Иногда цапли приходят, выдры и прочее. Но они временно, чисто так. Чисто временно. А в реке, естественно, живет все. Точно так же и организм. Вот Саркис Азбертович меня поправит. Точно так же и организм. Организм имеет 3 вида иммунитета. Нормальный, перевозбужденный и ослабленный. Если нормальный, человек не болеет. Если он ослабленный иммунитет, значит, человек развивается рак, спит, разные инфекционные заболевания. Если перевозбужденный, тогда псориаз, диабет второго типа, аллергия и так далее. Вот такие факторы. Мы сейчас очень быстро попытаемся, тоже затянули, проверить вот эти среды на PH-фактор. То есть, то, что я сказал, что здесь норма 7, это означает, что если мы будем принимать в организм продукты PH примерно 7 единиц, как вот они утверждают, они говорят, 6,9 нужно. Но это не такая большая разница 1,10. Они якобы, то есть долгожители пьют воду примерно 6,9. Показатель единиц PH. Мы хотим понять, вот когда мы пьем какую-то вот пьем эту и эту воду, мы фактически что делаем? Мы выхолаживаем свои суставы, ноги от магния, кальция или нет? В Армении, на моей родине, я проверял эту воду и она там почти 7. То есть, фактически организм, он не глупый, он что-то принялся и не хватает, то он начинает уже добирать. Он кальций, магний, он тянет уже. И поэтому со временем человеку уже тяжело ему ходить, потому что не работают ноги. Итак, значит, вот мы открыли это герметичная емкость, и здесь вот эти полосочки, вот эти полосочки. Но прежде чем мы это сделаем, мы сейчас возьмем три стаканчика, раз, два и три. Берем эти три стаканчика, разливаем воду и проверяем козированную воду. «Назвечка» 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 а а а а все теперь берем индикаторную палочку вот здесь есть напыление и в зависимости от того как она поменяет цвет мы сможем проверить ph крови то есть в данном случае не крови ph воды с жидкой среды совместив со шкалой на этой баночке проверяем воду опустили на 3 секунды 21 21 21 и сбросили теперь прикладываем сюда вот так и смотрим как она меняет цвет как она меняет да это вообще уж то есть фактически вот это даже меньше чем 5 вывод воду из этого источника пить нельзя получается такой следующее проверяем вот этот давайте вот это проверим и джерму 212121 совмещаем вот посмотрите вот считаем до 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 ну вот однозначно уже вот здесь 6 и 5 21 21 то есть где-то около 6 и 7 получается 6 и 7 то есть эту воду пить можно и наконец 3 третий вариант но мы сейчас давайте все таки мы дочитаем до 15 конкретно и третий вариант это вот этот вот 21 21 21 21 сбросили сбросили и и и совмещаем вот видите красное Считаем 21, 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 нет смысла считать, утратить время. Иначе говоря, если мы хотим шить какое-то подольше, то есть даже здесь видно, то вот эти две жидких среды употреблять нежелательно. То есть мы выпили, и получается мы потеряли кальций и магний, которые организм заберет из коленок, и мы все сильно постареем. Все, вот с этим мы с экспериментом закончили. Надеюсь, что он был информативным для нас. Да, эффект талой воды, но в самом деле и талая вода, это получается самая полезная вода. Самая полезная вода. Да, 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 да. Да, вот. Все, иначе говоря, мы убедились в том, проведя подобный эксперимент, что вода является основой жизни человека. То есть 70% в территории планеты Земля составляет вода. Когда человек рождается, 82% состоит из воды. Когда помирает, только на 50%. Я чувствую, что у меня тут не 50%, а намного больше. Намного, намного больше, да. Да, значит, будем жить. Таким образом, возвращаемся уже к нашей книге. Значит, следующий этап, без консультанта ничего сделать невозможно. Вообще, если человек что-то собрался делать, то у него, может, это не получится, потому что, если он не является многостаночником, не получится. Поэтому я технический специалист, но так как это все-таки немножко вещь другая история, то нужен был консультант. Консультант именно в этом направлении, чтобы он был и спортивный, и спортивная историческая летопись должна быть. В итоге, я позвонил в Олимпийский комитет Армении, объяснил, кто я и как, и оставил свой номер телефона. Там очень хороший человек, я его не знаю, а Олег Санян, он сказал, что не переживайте, он передаст номер телефона, либо он мне дал номер телефона. Еще и он же мне тоже дал номер телефона. Вот этого человека, еще раз повторюсь, Микоэл Сисакович Испирян. То есть, очень серьезный. Он со всеми, что называется, общался, и что Яна знает. Он и что Яна знает, так же, как Фрунзик Макаричан. Он и что Яна знает, и Юрика Варданяна. Он позвонил, как раз я был на выставке, Дород Абгарыч, на холодильной был выставке, да. Он позвонил, сказал, вот вы знаете, вы это, это, да, да, да. А, пожалуйста, мы можем, как бы, вот, с удовольствием. И все. То есть, это была основа. Но прежде всего, самое главное, это Арсен Мелик Шахназаров, который дал добро и морально меня поддерживал. Без Арсена Мелик Шахназарова, без Микоэла Сисаковича Испиряна, без Эдвара Сапкарыча, Саркиса Альбертовича, без многих людей, без Чарти Лиди Александра Федоровича. Потому что я тоже позвонил в греческий клуб, представился, объяснил, говорю, знаете, вот это речь идет об Олимпии, нужен специалист, можно ли? Да. Я с ним поговорил, и он с удовольствием оказывал мне консультационную поддержку. Теперь, каким образом была оказана та или иная поддержка? Если, скажем так, когда я прочитал эту книгу, я понял, что это лишь фрагмент, лишь фрагмент небольшой истории, очень классный, классный фрагмент, но есть те или иные вопросы, которые ты не можешь просто вот так взять и снять кино. Мы будем говорить уже, первый этап, мы два слова говорим о самой книге, и следующий этап об экранизации этой же самой аудиокниги, об экранизации. Получается, что есть вопросы, которые спорные, и, например, я задаю Микалычу Саковичу, я подготовил ему массу вопросов, говорю, вот видите, здесь написано на сайте Олимпийского комитета, что женщинам там, где-то замужним женщинам было не разрешено на стадион и так далее. Женщинам было запрещено посещать мужские соревнования. А у нас, получается, герой наш, ворозда Таршакуни, кулачный боец. Если он кулачный боец, это значит, они просто голые, в натуральном виде, они бьются, бьются на кулаках с помощью сфаер, которые я там вам покажу. Но я говорю, здесь так он? Нет. И я все-таки благодарен ему, что я целиком ему доверился. Если Михаил Сокрович считает, что там женщинам было запрещено, значит, запрещено. Все. Однозначно. Еще потом появилась следующая книга. Стефан Зорьян. Тоже вороздат. Эта книга вышла в 85-м году. Физкультура и спорт. А это несколько позже, в 2008 году. В 2008 году, как раз в этом году у меня появилась идея. И вот с этими с этими книгами я уже пытался работать. Следующий вопрос. Как же нужно было это как-то вот так все соединить? И непонятно. Потому что историки не знают очень многих факторов. Ведь это Олимпия. Там много разных факторов, совершенно неизвестных истории. А что я должен делать? Я же не историк. И тогда начал двигаться. Ну, так как я сделал первый шаг, второй, третий. Я уже не мог остановиться. Нужно было идти дальше. Почему нужно было идти дальше? Сейчас я вам еще скажу про одного человека, который вынудил меня заняться этой работой. Меня однажды пригласили в библиоглобус. Есть такой книжный магазин. На презентацию. И там я увидел священника. Ну, у нас, кстати, в нашем выпуске тоже есть человек, недавно встречались, тоже священник. В Риасе и прочее. А здесь был армянский священник. Я к нему подошел, говорю, знаете, здравствуйте. Ну, как поздороваться со священником? Я не знаю. Не будешь руку целовать? Мы же другой немножко народ. Я говорю, вот так и так, вы знаете, есть смысл создать аудиокнигу. А он, видимо, современно сказал, да. Аудиокнига, это, говорит, очень хорошо. Это удобно. Это можно воткнуть в USB-порт или в машине поставить диск CD. В данном случае CD, он говорил. И можно слушать. Я, говорит, благословляю. Естественно, он крестным знаменем, что называется, он меня благословит. Спасибо, говорю. И потом он добавил, говорит, вы знаете, если, говорит, человек не делает добро, он грешит. Но он сказал, не человек. Он сказал, если армянин не делает добро, то он грешит. Я не придал значения этим словам. А потом задумался. Если, как вы говорите, человек посадил дерево, построил дом, купил компьютер и так далее. Но это может сделать каждый. Дитя родить. Но сделать больше этого, это уже немножко другое. На это не каждый способен. И тогда получается, что священник, армянский священник, Мхэр Бек Назарян, замечательный такой, дядька, сделал такое заявление и поставил меня в тупиковую ситуацию. Либо я не делаю добро, тогда я признаю, что я, как бы сказать, ничтожество. Ну, грубо говоря. То есть, человек не делает добро, но как он может себя называть человеком? Ну, это невозможно. Либо, если я делаю добро, это значит, я беру что-то свое и отдаю другому. Какой вывод? Вывод получается такой, что наши священники знают, как поставить человека на путь истинный, когда захотят это. Иначе говоря, задача решалась, но тяжело. Но, тем не менее, нужно было это сделать. И если я пытался как-то вписаться там один-два года, ничего не получилось. То есть, мысль появилась в 2008 году, а аудиокнигу удалось издать в 2018. То есть, прошло 10 лет. Прошло ровно столько лет, сколько Лев Николаевич Толстой писал свой роман в воскресенье. Но воскресенье не в смысле день недели, а воскресенье в смысле воскрешения. Я почему о нем вспомнил, потому что вот в той деревне, где я жил, а в соседней рядом, в Гореловке, в которой я жил, была в 8-летней школе, а в Гореловке была десятилетка. И я десятилетку ходил в школу. Школа была построена на гонорар от романа Льва Николаевича Толстого. Что за это время удалось пройти? Ну, было много всякого разного, и я немножечко на этом покажу. то есть, вот у нас получается Олимпионик из Артаксаты, презентация аудиокниги в Армянском музее Москвы и культуры наций. Россия, Москва. Олимпионик из Артаксаты и по-армянски. Историко-худорственная музыкальная аудиокнига, повествующая о событиях 4 века нашей эры. Напомню, что Вородат в 385 году стал последним действующим олимпиоником античных игр. Автор Маргарин и консультанты Микоэн Деспериан, Арсен Меликшах Назаров, Карен Меликшах Назаров, Левон Зориан, Саркиса Сратиан, Александр Чартилиди, Александр Горбачев. Презентация была подготовлена еще в 2014 году. Соответственно, ра-ра, малый и большой ра-ра. Это Ашот Меликшах Назаров и его издание. Издание на трех языках. Русское, английское и армянское. Почему ему удалось так далеко пройти? Потому что он был крупный дипломат. Он ездил по странам, он работал с французскими источниками и так далее. Вот он первый. Следующий, Стефан Зориан. Это вторая книга, которая также помогла. И здесь, видите, я написал, что отдавая дань уважения Ашоту Меликшах Назарову и Стефану Зориану, с целью обеспечения связи между их работами были заимствованы некоторые общие исторические герои книг Олимпионика Зартакса и Ворозда, тем самым давая понять, что обе работы имеют право на жизнь. Это источники, которые были использованы, в том числе и другие, которые я скажу. Эпоха. О какой эпохе идет речь? Вот. Это вот этот флаг. Вот Аршакуни. Сайт Армении для того, чтобы что-то там понять, для кого ты это делаешь. Ну вот я взял источник. Кстати говоря, меня удивило одно. В Китае как бы 1 миллиард 400 миллионов человек живет, а армян там всего всего где? Вот, пожалуйста, 200 человек. Если армян не живут в Китае, значит, это Китай не место для жизни получается. То есть речь шла о том, чтобы получить какие-то меценатские и спонсорские деньги для того, чтобы начать эту работу уже как бы реально работать. И поэтому письмо было переведено на 15 языков. Но так надо уметь не только сделать какую-то работу, надо уметь правильно сделать рекламу. Рекламу это уже немножко другие таланты. Это Испириан Николай Сакович. Вот это именно он. Главный консультант, доктор исторических наук, академик. Ну, естественно, если что-то создаешь, то это ради чего-то там. Да, если фильм человек снимает, то это цель Оскар. Те же самые миллион долларов. И здесь тоже самое аудиокнига тоже имеет свою премию. Она называется Грэмми. Но теперь то, что касается аудиокниги. Аудиокнига предполагает чтение текста. Человек не просто, скажем, как обычный читатель, берет книгу и читает ее. Глаза устали бросил. А здесь просто человек закрывает глаза, садится, расслабляется и просто вникает, внимает, пытается понять, что происходит. Но для этого потом я скажу, что подготовил еще дополнительные материалы. Вот эти два человека, Левашов Владимир Сергеевич и Герасимов Вячеслав Павлович, они и создали тот красивый тембр. Причем Владимир Сергеевич, у него настолько красивый тембр, артисты, а не артисты, поэтому когда какие-то моменты я там буду включать, это будет просто поразительно. Виген Чалдранян, я тоже буду о нем говорить, есть такой маэстро, замечательный режиссер, вот он просил лично выразить благодарность этому человеку, Владимиру Сергеевичу Левашову, за тот труд. Я это сделал, но через студию Ардис, через Илью Новикова. Они читают текст, ну естественно, когда ты заимствуешь какой-то материал от кого-то, ты должен не просто заниматься воровством, все должно быть правильно, по закону, поэтому вот эта организация Arm Автор, Arm Автор, помогла мне решить авторские вопросы, то есть, скажем так, я брал музыкальный фрагмент и не знал кто его автор, то естественно с производителями музыки она все эти вопросы решает, мы все это пролистываем. Ну, здесь понятно, использованы 8 языков, 8 языков, латинский, арабский, немецкий, итальянский, китайский, там еще у нас армянский, греческий и персидский. Тоже была очень большая проблема, потому что, да где их найти? Идти в институт Патриса Лумумбе, что делать, как делать? Поэтому я звонил и в посольство даже, в посольство Ирана звонил, в посольство Греции. Да, но вопросы греческие вот решал Чарти Лиди, вот перевод выполнил Чарти Лиди, Александр Чарти Лиди, греческий. И а чтецам я давал уже вот такие слова переводные с указанием там, где будет ударение. И вот они читали на армянском языке. А вот по поводу персидского, например, Рудхане Фарад, Рудхане Фарад, я звонил послу Ирана в Москве, у него спрашивали. Ну, понятно, здесь латинский, армянский. То, что касается китайского перевода на кириллицу. Я поймал конкретного, там у нас в офисе были китайцы, конкретного китайца Сяо Джун объяснил ему, что мне нужен перевод только лишь одного слова, юноша. Потому что там я специально использую это слово для того, чтобы выразить, когда Манвел по отношению к Варазда пишет письмо, начиная со слова юноша, как бы воскорбительно. Вот он мне дал, как это будет звучать, цинянь, цинянь, по китайски. Где это все происходило, в конце концов? Это Римская империя, Армения, Персия, я уже говорил. Собственно, вот это Греция. Тогда и назывались государство Сасанидов. Государство Сасанидов. Пролистываем Армения, эти все области. Значит, целесообразно уже есть реконструкция политически правильной родины персонажей арцавских нахараров, братьев Арсена и Карена сделать город Тегранакер. Обнаружили в 2005 году в ходе раскопок в НКР. Вот эти братья Нахарары, Нахарары армянские, Нахарары князья были такие, Арсен и Карен. Дело в том, что Ашот Мелик Шахназаров сделал персонажей двух своих сыновей. Его сыновей так и зовут Арсен и Карен. И, конечно же, я их оставил обязательно. Я их оставил и они в течение всего повествования являются друзьями арцавскими Нахарарами, друзьями Вороздата. Но поселил я их вот в этот город в Тигранакерд в Арцаке. В Тигранакерд. Это мы много чего выясняли. Вот этот художник Хорен Агупян замечательный. Вот, пожалуйста, как пример. Арташат, родной город Вороздат. Надо же было понять, как он завердел и прочее. Естественно, были источники, но... И вот один из вариантов, например, копия книги Дюба де Монпере находится в Санкт-Петербурге и стоит 12 тысяч долларов. Я звоню и говорю, вы знаете, ну мне вот, пожалуйста, 112 тысяч долларов. Нет, таких денег я не нашел. Поэтому я связался с Жоресом Хачатрианом, с профессором, который занимался раскопками Арташата. И вот взял еще работу художника Хорена Агупяна. Замечательно. И вот так выглядел Арташат на фоне горя Арара. Ну, Двин и так далее. Это место. Дворец Таркики Срав в Ктесифоне. Ктесифон это древняя столица Сасанитского Ирана. Ктесифон. Арташат находился как раз вот в этом дворце Ктесифоне. Туда я его поселил. В Сасанитском Иране. Листаем дальше. Значит, здесь приходилось разбираться с персонажами. Вот условно 376 год и условно 385 год. Вот на эти гистограммы. Естественно, после этого была составлена хронологическая таблица ключевых событий от момента рождения до смерти. Это иностранные художники, потому что Вороздат реальный человек и вот, пожалуйста, вот Джулиано Сансо. У него даже есть две реальные корзины о том, как парабет Амушега арестовывает царь Вороздат и после дает приказ его убить. Потому что Вороздат был не только олимпиоником, он был еще и царем. И вторая картина борьба Вороздата с развойниками. Это Олимпия, без нее никак. Именно Чартелит и Александр Федорович вот он мне помог разобраться с этими вещами. Зевс, покровитель олимпийцев. Вот это важный такой момент гипподром. Открываешь учебник российский, понятия не имеют что такое гипподром. Ипподром да, есть. Гипподром и нет. Вот пришлось по Павсанию, по Павсанию я говорил, это древнегреческий писатель второго века. Почему речь о колесницах? Потому что Вороздата любился в девушку, в Деметру, в гречанку, а у нее был брат. И ее брат участвовал в гонке колесниц. Это были тоже олимпийские соревнования. Но потом мы еще поговорим вот об этом явлении. Это был жертвенный камень. Тараксик. Он вызывал ужас у коней. Но историки не могли объяснить, почему он вызывал ужас. Я не могу в текст писать, что вы знаете, вот тут кони скакали, и вдруг они почувствовали ужас, их начало там нести, они начали... Тараксик, нужно было с этим разобраться. И тогда так он выглядел, этот Тараксик. Вот такое непонятное сооружение, которое вызывало ужас коней. Почему оно такое ужас коней вызывало? Во-первых, оно свитло непонятно какое. Инии историки не объясняют. Но тут я сделал такое предположение, что если взять разрез головы лошади, то здесь есть ринозальный орган, орган лекопсона. Вот здесь наверху, иначе говоря, где-то у него есть этот орган лекопсон. Какой длины он лошади, я не смог найти, но у буйвола 17 сантиметров. То есть этот настолько уникальный орган лекопсона здесь, даже пройдут годы, она узнает запах человека, который за ней ухаживал 5 лет назад. То есть тогда я сделал такой вывод, что причиной ужаса коней можно предположить были как физические, внешний вид Тараксипа не очень хороший, так и химические составляющие, то есть запах крови. И поэтому когда лошади проходили мимо этого Тараксипа, он вызывал у них ужас, потому что они здесь чувствовали запах убитых сородичей. Потому что на этом Тараксипе те лошади, которые погибали, ну их там естественно либо добивали, либо и так далее, и отсюда вероятно шел очень сильный запах крови. Поэтому лошади вот в этом месте приходили в бешенство. И тогда много чего происходило. Идем дальше, чтобы не задерживаться. Здесь тоже непонятная совсем ситуация, потому что историки говорят, что не было Константинополя в Колизее, а спутниковая съемка дает картинку, что это на самом деле вот пожалуйста. Но мы на этом не будем останавливаться. Вот, посмотрите, это спутниковая съемка. И форма действительно очень похожая на Колизей. Выясняется, что в Константинополе был Колизей, но на 30-40% меньше, чем в Риме. Идем дальше. Да, то, что касается механизма подъема животных на арену, это реальный факт того, что вороздат, испытывая себя, был бестиарием, иначе говоря, был человеком, который сражался с животными. В Древнем Риме животных использовали для разных случаев, в том числе, чтобы поедали преступников, христиан, и вороздат самостоятельно принял участие в схватке с африканским львом, но из-за страха дрессировщика, что его могут убить, если этот львок не окажется агрессивным, он выпустил на арену еще одного льва, и тогда вороздату пришлось биться с двумя львами, и он их убил, и он их убил, это была уникальная ситуация, и весь стадион, естественно, был в восторге. Вот так выглядели сфайры, вот, вот на руках сфайры, то есть они были, во-первых, голые, и на руках такие были сфайры, кожаными ремнями, и вот они бились, естественно, там до крови и прочее. У нас там были два персонажа, Диметра, гречанка, победительница герейских игр, такие были женские игры, и ее служанка Фату, Нубийка. Раньше было государство, Нубия называлась, между Египтом и Суданом. Сейчас государства нет, там и народ двухмиллионный, он размазан. Половина там живет, половина там. Вот пришлось их облачить вот в такой гематии, плач в гематии и отправить на стадион. Тогда это будет корректно. Это костюмы, так выглядят, как бы, варианты. Вот этот материал, который здесь, удается для того, чтобы человек, закрыв глаза, слушал аудиокнигу и представлял себе визуально. Вот видел, как были одеты греки, римляне, персидские костюмы. То же самое с лангобардами. А это гунны, вот это гунны. Это было кошмарное, дикое племя, которое заставило всю Европу зашевелиться. Это гунны. Но мы об этом не будем. Значит, я думал о том, чтобы создать либо мультик надо сделать, либо фильм. Что из них дешевле? Но получилась такая ситуация, что я в 2012 году позвонил в Армению, нужен был именно армянский производитель, позвонил в Армению. У нас есть замечательный был такой, знаете, я сейчас вам покажу. Был такой мультипликатор, режиссер, Давид Саакянц. Он просто потрясающие вещи делал. Вот это его работа. А вот это работа его сына, Анаит. Это Давид Саакянц. Они Анаит уже сделали. Это, кстати, вот тоже интересная вещь. Естественно, я это все анализировал. Но я позвонил, знаете, Давиду Саакянцу, приори объяснил, что такая-такая ситуация, потом ему отправил на email о том, вот такая есть мысль, можем ли мы по сделать мультфильм. Но меня удивил, он сказал, что говорит, вы знаете, мы сейчас занимаемся Дракулой и, к сожалению, мы не можем в этом смысле вам помочь. Но я подумал, зачем Дракулу, зачем армяну снимать про Дракулу? Это вообще какой-то там цепиш товарищ какой-то странный, непонятный, Румыния и так далее. Но так как других производителей мультфильмов в Армении я не нашел, поэтому эта идея с мультфильмом, она потихонечку, потихонечку сошла. Мета, когда выяснилось, что это вообще очень дорогое мероприятие. А связываться с идти в Пиксар или в Голливуд это совсем другие вещи, совсем другие вещи, сложные. Ну и значит сейчас мы много говорили, об этом мы все пропустим, потому что много всего было сделано. Здесь соответственно благодарности. Я теперь хочу перейти вот к чему. Да, да, вот мы уже подходим, да, уже подхожу. Дело в том, что было очень много вопросов, которые были нерешаемы. Ну нерешаемы, я не могу нерешаемый вопрос вписать в сюжет и один из этих вопросов был где погиб Ворозда? Армянская историография утверждает даже вот ссылки здесь я не хочу сейчас показывать о том, что погиб Британия. Где Британия? Не могу. То есть мы начинаем повествование от момента его заключения в заложниках, потом побег и так далее и наконец окончание его жизни в Британии. Но где в Британии вообще непонятно. И тогда я вспомнил была такая история и я решил ее использовать. Значит очень кратко. Всем известно, что был такой археолог самоучка Генрих Шлима. Он на самом деле был археолог самоучка, но был уникальный совершенно. Прекрасный предприниматель, кроме того он знал еще 15 языков. Но 15 языков знал Шлиман. Кстати, русский язык он изучал примерно так. Приезжали мужики с купцами и так далее, русские мужики. Он их сажал и читал им на русском языке книгу русскую. Они должны были указывать на его ошибки. И за это Шлиман платил им деньги. Хороший кстати вариант заработка. Ты слушаешь книжку, тебе за это платят деньги. заканчиваем. Генрих Шлиман прочитал Илья Дугомера, которое было написано в 8-9 веке до нашей эры. Шлиман родился в 19-ом. А это в 8-9 век до нашей эры. Он единственный прочитал Илья Дугомера. Читал он ее на древнегреческом языке, то есть на языке оригинала. И там было написано Троя это город был такой когда греки чтобы вызвали Тегилену напали на Трою был там царь Приам и так Далее Троя находится с востока гора запада река. Вдали виднелось море. Все. То есть вот всего лишь по этой фразе Генрих Шлиман поверив в то, что Гомер написал истину поехал в современную Турцию и начал копать. И он там действительно откопал Трою всего лишь по этим словам откопал Трою. Ну потом он так как он был отличным предпринимателем он заплатил туркам 50 тысяч долларов а остальное все вывез. 10 тысяч предметов царя Приама золотых предметов. 259 предметов находятся в Московском музее изобразительных искусств на Волховке 12 259 предметов. И из них даже диадема есть такая женская диадема. Короче если Генрих Шлиман вот таким образом поступил и решил задачу то есть он превратил миф в реальность то возникает вопрос почему мы не можем взять архивные источники наших летописцев армянских или там колеческих каких угодно и найти место где Вороздат погиб тогда мы поступаем следующим образом сейчас заканчиваем берем четыре источника карту 395 года Римская империя история Армении Атованеса Драсханна Керци армянскую географию Ашхарацуйц 7 века и карту Птолемея все вот по этим четырем источникам мы оцениваем совпадение в итоге выяснилось что на самом деле прочитав все эти стадии которые были указаны вот если мы пойдем дальше вот то мы попадаем вот в этот ареал это перевод то ли есть остров который находится по Ашхарацуйц или вот здесь пожалуйста вот Британия состоит из двух островов в Северном океане и прочее то есть проанализировав вот все эти вещи мы приходим к выводу что место где погиб баростат находится вот между вот этими четырьмя географическими координатами вот эти четыре географические координаты вот здесь получается вот А Б С Д и это дает нам полуостров Скотланд как Калейдония то есть мы говорим о том что с вероятностью островом именуемом Тулии в ряде источников фактически в 395 году нашей эры с большой долей вероятности является остров Калейдония Калейдония и тогда у нас по сюжету появляется новый народ который называется Пиктор Пиктор все теперь что мы сможем послушать из из нашей презентации вот здесь я представил разные фрагменты которые можно будет послушать да просто поставьте фрагмент всего лишь когда он бросился в воду чтобы было понятно каким образом озвучивался наступил последний день праздника не получится верцы веселились в свое удовольствие причем все происходило действительно вы видите там 658 в древнем Иране было высоко развито садово-парковое искусство здесь сады являлись символами рая создавались для отдыха его погибнуть преодолевая реку в темноте его не пугало и поэтому он безрассудно бросился в воду задав высокий темп плавания все вот это пример того каким образом наш мост воспринимает эту информацию ну давайте поставьте вот этого в раздат олимпионе как 001 так запускайте стадион продолжал душевать иванодик руководивший поединком подошел к поверженному бойцу и повернул его наспех опытным взглядом он определил глубокий обморок тогда он сделал знак рукой и с трибун на арену бросилось несколько человек впереди не стесняясь своих слез бежал крупный седой старик отец поединщика он поднес к лицу сына маленький алибал дал ему полюбиться но и пекар не дыханил себя тогда его земляки отвинени с помощью рабов с трудом подняли поединщика и унесли на край стадиона где еще долго прикладывали к его носу сосуд с покучей жидкостью прежде чем он начал воспринимать окружающее я могу сказать что текст очень интересный хотел бы выставить свое мнение да вот какая целевая группа для этого для этой дети 12 плюс 12 плюс да значит 12 плюс почему потому что в то время даже во время церемонии открытия олимпийских игр это были языческие были игры делали жертвоприношения и поэтому там есть звуки связанные с тем как отрубают головы и овцам там быкам поэтому 12 плюс я хотел бы высказать тоже свое мнение да да значит вот целевая группа мне понятная значит вот эта книга отдельная презентация я имею ввиду подводка к этой книге где вы говорите о кто помогал кто не помогал исторические экскурсы одежда это все отдельно или как или это обязательно прослушать всем 12-летним ребятам нет это дополнительные материалы это визуальный образ для человека то есть он просто слушает текст нет ну вот первый там где вы благодарите всех кто участвовал это тоже вместе надеюсь нет конечно нет нет все благодарности и прочее размещены вот в этом печатном издании которое называется дополнительные материалы которая чисто для подсказки для большего понимания ситуации а сама фонограмма это просто фонограмма это чисто повествование как человек идет что делает как падает как он бьется на кулаках это тот носит материал который вы приготовили я считаю что это кандидатская диссертация как историческая вы не посылали это все дело в какие-то там научные учреждения армении нет нет а почему а есть ли смысл а вот представить во-первых это возможность получения гранта на выполнение этой работы продолжение этой работы потому что диски сейчас уже учили значит сейчас уже грешки там я не знаю чего ну вот молодые ребята это знают надо будет тогда поменять диск на новые носители почему бы не получить грамм почему бы не получить звание потому что такая работа проверена десятилетняя работа я уж не говорю о звонках и так далее но чисто исторического да да и если получить несколько отзывов от знакомых вам есть отзывы они опубликованы от монастыряна но это мое мнение что вот эту работу надо как-то обратить еще и на себя ну и следующее мы начинали с того что я как армянин что я сделал мне кажется вот так для укрепления имиджа и армении и армянского народа и вот этот вот мотив он мне кажется должен быть восприниман сейчас в армении да конечно востребован но есть какие-то в этом плане отзывы или не отзывы а какие-то реальные дела нет но я плотно говорили с вами включение в школьных программ даже если не включение в школьные программы то включение элементов вопроса истории изучают в армянской школе историю да но значит это да действительно наверное может быть стоит это сделать потому что кстати я вот у меня была здесь ситуация я в москве специально отправлял в одну армянскую школу книгу книгу как раз для того чтобы они могли там дополнительное образование внеклассное чтение но к сожалению книжка вернулись обратно ну почта то есть из-за того что адресат не получил в течение 30 дней она возвращается но я главное еще хотел сказать вот еще что касается вашего вопроса выход этой книги на мой взгляд наиболее реальный для бюджета армении это экранизация это экранизация к ним а вот экранизация даже вот то что я говорил то что элементарно джокер да совершенно там это триллер который практически ничего особо полезного не приносит тем не менее он зарабатывает миллиард за полтора месяца точно так же и эта книга олимпионика да аудиокнига могла бы принести дополнительная статья дохода в бюджет Армении я вот поэтому если бы конечно были заинтересованы но на данный момент есть режиссер причем мастер маэстро режиссер Двиген Чалдраня есть продюсер Сака Нуш Сакя которые уже мы с ними работаем они готовы взяться более того даже я вот не хочу показывать у меня с собой даже есть уже предложение кто будет главным героем даже актер на роль главного героя но для этого конечно же нужны вот все это мероприятие затевается для того чтобы нас услышал какой-нибудь реальный человек иначе говоря как нужен со слов Игена Чалдраня нужен патронаж продюсер да продюсер но нужен патронаж на этот проект потому что проект огромный 5 морей 8 языков 50 персонажей из них 15 только исторические личности и так далее то есть это глобальная работа кулачные бои это Олимпия это гонки квадрик и так далее поэтому нужен патронаж патронаж ну я не знаю это может быть либо какой-то инвестор или спонсор для инвесторов который естественно инвестор человек который намерен получить вложив деньги получить отдачу в отличие от спонсора и мецената так вот для инвестора любой кино не любой а именно кинопродукт по данной тематике по этой аудиокниге это на мой взгляд серьезное ну а какие телодвижения были сделаны для того чтобы заинтересовать армянскую сторону с точки зрения академии наук историческое общество Армении вы знаете дело в том что вот эти люди директора институтов востоковедения истории государственный университет со всеми с ними я общался они мне многие помогали подсказывали и им же я отправлял потом после выхода книги в свет эту книгу поразительная конечно вещь но книги до директора Сафрастяна и до истории Мелконьяна не дошли они там сами лично ходили на почту для того чтобы получить эти книги но они не дошли и до сих пор наша российская почта ищет эти книги куда они девались поэтому возможно если бы они эти книги получили может быть они могли бы не только выразить свое мнение хотя есть конечно мнение выраженное и так далее посольство Армении нет я не ходил но что я вот до этого времени я сделал я направлял это письмо в правительство Армении они естественно его переправили в министерство культуры министерство культуры написало официальное письмо есть что сейчас этими вопросами занимается Армянский Национальный Киноцентр я там был разговаривал они сказали что нужно принять участие в конкурсе для этого надо иметь Армянское гражданство нужно иметь открыть фирму частную предпринимать в конкурсе я получил гражданство в конкурсе но речь идет о 50 миллионах граммов то есть 3 миллиона граммов грубо говоря на сценарии 50 миллионов граммов на создание фильма это ну пусть будет 100 тысяч долларов ну пусть будет 150 тысяч долларов на 150 тысяч долларов этот фильм не снят поэтому если скажем так мы там принимаем участие в этом конкурсе выигрываем его а потом непонятным образом на печатленном драме пытаемся снять фильм и но это это некорректно это невозможно и тогда вот она и Тарпен она замечательная женщина она редактор у нее кстати классные рассказы она мне порекомендовала Григина Чалдраняна и Саакамуш Саакер и вот я с ними общаюсь это люди такого плана знаете потрясающие даже кратко расскажу очень кратко расскажу простую историю настолько они скрупулезны при встрече с Акануш Саакер меня спрашивают а что означают слова все что не делается все к лучшему ну вы знаете я не задумывался ну ну что не к лучшему все что не делается все к лучшему не досады не досады а потом когда я задумался когда я пытался ей объяснить что это означает я вдруг понял что частицы не если использовать частицу не то это один смысл а если частицу не то это совсем другой смысл то есть в одном случае событие свершилось а в другом случае еще нет и тогда буду стараться покороче и тогда я решил получить ответ на этот вопрос и нашел замечательную притчу о которой как раз я хотел рассказать замечательную притчу притча называется это хорошо иначе говоря в Африке были два друга дружили с детства один из них стал королем ну а другой его помощник ездили вместе на охоту жили нормально все спокойно и вдруг однажды что-то там помощник сделал не то и оторвало палец большой палец оторвало королю а помощник ему сказал это хорошо говорит как это хорошо мне палец оторвало говорит король и в гневе он отправляет этого своего друга в тюрьму проходит время африканский король тоже находится на охоте и попадает в плен его ловят каннибалы каннибалы то есть те люди которые кушают советское мясо но они естественно его подготовили для принятия так сказать в пищу и потом один каннибал вдруг обратил внимание что у короля нет большого пальца а каннибалы оказались настолько щепетильными в этом вопросе они не ели людей с дефектами и тогда они отпускают этого короля король счастливо возвращается к себе во дворец бежит вызволяет своего друга из тюрьмы и говорит друг мой то что ты сказал что это хорошо это оказалось правдой иначе меня бы съели каннибалы прости говорит но то что ты сидел в тюрьме я прошу у тебя прощения но друг ему говорит это тоже хорошо почему хорошо ты целый год просидел в тюрьме это хорошо говорит потому что если бы я не был в тюрьме я был бы с тобой на охоте сказал друг не имеющий физических дефектов и тогда вот эту притчу я привел Сааканузи 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 вот эта притча точно объясняет это выражение все что не делается все к лучшему и вторую притчу очень кратко расскажу быстро когда вы говорите Дорфов что я сделал я когда книга должна была выйти решил приобрести флешки для того чтобы попытаться их использовать это же удобно флешка раз в USB порт и все пошел я на московский Савеловский рынок прихожу ну флешку найти там не смог мне нужна была флешка в виде ключа такая чтобы была удобная и можно было в ключнице носить пошел туда говорю ну как здесь вообще ситуация он говорит я говорю вообще армяне здесь естественно думаю пойду поговорю с армянами наверное это будет интересно когда книга выйдет в свет да здесь в общем есть в соседнем павильоне там они занимаются мобильными телефонами ноутбуками и так далее и я пошел к этим армянам туда поговорить думаю так поговорю с главным и решу вопрос и вот здесь как раз это уместно это притч речь идет о стадии обезьян стадии обезьян точно такой же как человеческое стадо там тоже самое есть самый низший уровень это самки не способны к деторождению то есть пенсионеры потом молодые там самки самцы молодые крупные самцы уже и так далее а вверху у них у них вожат ученые решили провести эксперимент они вот это стадо обезьян которые мы уже разобрали решили начать снизу накормить обезьян есть продуктом продукт который они в принципе не едят например пшеницу но они не едят полтора года ученые потратили на то чтобы научить есть пшеницу снизу и научили они там буквально 10 особей тогда они пошли сверху как только научили вожака есть пшеницу через 4 часа все стадо кушало пшеницу я тогда решил думаю пойду-ка я найду самого главного вожака в Савеловском рынке поговорю с ним подарю ему книгу потом приду и скажу что вот так и так а он все вопросы решит и я пришел на Савеловский рынок с двумя вопросами захожу в павильон то есть там специально такие отделения где находятся продавцы задают два вопроса Туг Гаек вы армянин и слышу радостные ответы да 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 но второй вопрос их ввергает в шок я спрашиваю можно найти вашего начальника какого начальника я сам себе начальник я обошел все павильоны и все они на вопрос ты армянин или нет а только один сказал я могу говорить быть палестинцем могу быть евреем но все они были обижены на то что я вот такую вещь я вдруг ищу какого-то человека который может быть для них начальник в итоге я пришел к выводу что наши армяне настолько свободный народ что с каждым нужно разговаривать отдельно а не через начальника и тогда можно иметь успех но я потом ходил когда книгу издали я пошел одному показал книгу второму показал пристали посмотрели это очень интересно поэтому кого-то воспитает кого-то еще да я понимаю конечно но но что такое у меня момент вы знаете вот да вот есть рыночная капитализация а есть капитализация сознания вот такого понятия я не нашел нигде вот сейчас сознание капитализирует сознание Армении так же как здесь примерно это бандитские сериалы там еще какой-то поэтому конечно то поколение поколение те поколения людей которые выросли они немножечко мыслить мне кажется немножко в другом направлении но тем не менее есть люди вот такого плана как Евгений Чалдранян или Сака Нурш Сакья кстати насколько настолько привередливые то есть конкретному слову на слово обращают внимание поэтому естественно вот они сделают настоящие пару одну одну-две песни поставим сейчас и будет достаточно потом если что сейчас я скажу одну секундочку сейчас все прагматики даст это какую-то прибыль или не даст а вот 104 слайд дудук поставим послушай дудук послушай 104 слайд вот дудук это конечно потрясающе поэтому там были использованы была использована греческая музыка армянская вот послушай вот когда Ворозда дает команду убить Мушега с парапета главнокомандующего то есть там было такое распределение царь царем но был главнокомандующий он не просто президент и сам себя главнокомандующий но из-за того что царь был молодой был подвержен всякому влиянию и тем более он давал слово римскому императору что тогда он ошибся дал команду убить в парапе это была его великая ошибка в итоге он лишился потом поста царя и решил чтобы искупить свою вину стать олимпиоником для своей страны а вот почему он стал олимпиоником да это моя задумка то есть это естественно вот в тех моментах грустных моментах использовался дудук дудук ну я должен сказать что и текст идет очень такой литературный конечно это чистый это текст как вы стали писателем не я не писатель я автор писатель автор и еще один фрагмент буквально какой вариант убираем греческую греческую послушаем греческую мелодию то есть там где сейчас вот 180 слушай 180 слайд Анна Висси вот последняя Анна Висси вот этот это вот греческая греческая мелодия очень красивая но и немецкая тоже красиво звучит вот что меня удивило почему нет понимаете ну не то что там скажем вот снимали когда фильм а кто музыку придумал композитор какой-то или вы брали готовый нет я придумал стихотворение но я бы его как инженер писал стихотворение сейчас мы послушаем стихотворение на этом и закончим скажем последнее вот триумф стихотворение 1.15 вот это стихотворение потому что выход другого я сам написал как инженер без вот послушайте это как раз геоник выраздат мечтал чтобы над Арменией всегда было солнце и великий Зевс он же и главный бог олимпийцев помнил об этом когда благословлял юношу из армянской артоксаты на кулачной боги великая Армения рождает сыновей свои победы посвятивших ей и сила и терпение юноши даны во имя олимпионика страны участник вызван на кулачный бой и Зевс прикрыл его собой из артоксаты вороздат пришел триумф олимпии его нашел и встал у мир и солнце осветило мир правильно потому что я хотел завершить эту работу именно словом мир да Санасар да вот это стихотворение должно быть эпиграфом и с него должно начинаться все обращения в эту академию там еще куда-то в армянске и все эти дела я просто поражен тем что сделал Санасар Маканович будучи инженером физикой вот взялся за такую глыбу эту глыбу поднял как олимпионик и 10 лет нес ее и конечно вот сейчас на завершающем этапе на финале надо найти что-то вот такое чтобы увенчать вот этот труд какой-то хорошее движение вот взялся за как это называется кино то когда мы делаем экранизации экранизации нет нет вот сейчас надо пробиться с тем что есть завязнишь с экранизацией а для того чтобы сделать эту экранизацию надо взять какой-то сделать плацдарм вот сделал огромную работу плацдарм с этого плацдарма пойдет экранизация но если вот сейчас бросить все и начинать экранизацию тяжело вот а что является может явиться плацдармом плацдармом может явиться признание в министерстве культуры вот вот с этих стихов надо начинать ребята мы должны сделать что-то для армии для молодого поколения вот